Что ж, победитель будет играть с Хапачом, как говорят. Я, если честно, не смотрел на сеточку. Сейчас взгляну на нее. Ну, Фоги и Хэппи вчера справились, а также Икс Лорд и Блейд. Мы, в общем-то, все видели, кроме последнего матча Кевин против Икс Лорда, не такого интересного. Вот, да, это второй матч группы А, победитель действительно будет играть с Хэппи. Дайс ему, к сожалению, проиграл, но, к сожалению, такое. Он просто был не готов морально. Да мало кто готов вообще обыгрывать Хапача. Ну, а следующий матч будет Соник против Спарлос. Суду по всему, и победитель будет играть с Фогичем. Но не сегодня. Победитель. Сегодня у нас только... О, он экспертил Лаки. Нежданно-негаданно. Шесть месяцев. Кевин Икс Лорд, кстати, долго катали. Я видел, что у них там Бо-3 было полное. То есть они сыграли 2-1. А значит, Кевин все-таки оказал сопротивлением. Ну что, здесь у нас Форсир и Хэдхантеры. Сравнительно новая мета. День добрый, чатик опять закрывает вебку. Да, чатик закрывает. Я никак не могу понять, куда лучше чатик поставить. Я не хочу от него избавляться. Но он либо перекрывает героя, либо перекрывает вебку. Поэтому давайте перекроем героя. Они закончили позже тебя. Да. Вчера, конечно, стрим закончился на Икс Коми. Дико. Два в центры экрана, там все равно ничего интересного нет. Да не-не-не. Очень классно делает Джонни сразу под Форсиром магическую вышку раннюю на случай Хараса. Ой. Блин, вот это грамотная была тема с иллюзией. И элементально добил. Начало отвратительное. То есть он подумал, что Форсир настоящий — это ошибка, безусловно. Потому что он должен был увидеть, прокликать его, увидеть, что у него в инвентаре два заряда по сухой иллюзии, и что это ненастоящий товарищ. Он, испугавшись ненастоящего Форсира, прекратил бить главного Мурлока. Жесть. Начало... Начало дикое. Просто дикое начало для нас. Ну, если мы болеем за Джонни Кейджа, мы болеем за Джонни Кейджа. Аркмейдж, двигаясь к центру. Я не уверена, что... Какой план здесь? Я думаю, что Джонни Кейдж, в общем-то говоря, любит сплитить его Футмэн и Аркмейдж, чтобы пытаться хрибить что-то. Дэв. О, это... Мне, простите, пожалуйста, эта запоздавшая еда. Но это одна из самых хороших вещей, что ты можешь сделать. Ты можешь отправить Футмэн в их лично в Экспо, и потом, может быть, стаффу позже. Он может попробовать сделать этот камп в центре, в магазине. Добавить другую классу. Окей, этот аркмейдж болит. Если ты покупаешь какие-то буты, он может быть очень хорошо добрызгать везде больше часто. Прошу прощения, сейчас надо будет отвлечься. Да я сразу после Экскома закончил от часов 5 и заказал еду. Обычно привозят за полчаса, а тут исключение, прошу прощения, приходится отвлечься. Поэтому вы тут сами еще на минутку. Курьера встречи вернусь. Давай, Джордж! Субтитры, конечно же, who has taken the backseat in this matchup. MK has been getting played less and less with how late he comes out in the mid-game. Yeah, Starshape lost to Headhunter, and by the look of things, he's going to lose another here. These are big mistakes you shouldn't let happen. You could definitely pull them back earlier. I think he misrallied his barracks. Look, there's a Headhunter right above this position. That's where he had rallied them early on to try and create that Murloc camp on their own. That's why there's still the item left over here on its own. Starshape needs to realize that. Fix the rally point and pick up the item. Otherwise, the Archmage will. Yeah, losing these Headhunters here is pretty painful, but there's not really an opportunity here for Johnny to be too aggressive anymore. With the AM being so hurt, only 50 HP is going to have to fall back. With the second hero attacking without the AM, that wouldn't really be a big threat, especially with the TC now coming out in a moment. And the double bestiary, Todd. I think you touched on it earlier. Headhunters into Wyvern. That's what we saw before. And maybe because Starshape is fond of this style, that's why we're seeing the Blacksmith. Maybe Johnny doesn't necessarily prefer this playstyle, this rifle style in general against Nidale. against Starshape. But against Starshape is not playing. So, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Я вижу, во-первых, что есть Виверна, делается одна, Таурен второй. Передать бы ему, кстати, медальку этому Таурену второму. Да даже и Инвиз бы передать Таурену. Что-то... Ну, ой, две Виверны сразу. То есть это вообще какой-то дикий переход, смотрите. Один барак Хэтхэнтеры и переход Виверны. Maybe he's so sure he's there, he's not paying too much attention to it. Maybe he doesn't care, because he's going right now. Рифлы хорошо, рифлы, присты, это дело более-менее контрят. И верно. Johnny, take my energy. Hillward сразу ставит. Scrolls of East прекрасный артефакт. Для... для Виверн вообще прекрасный. Одно сражение у Джонни будет крайне неплохое. Так, третий форсир. Второй... не, второй чайник, кстати. Второй чайник, там чайник Вейв. Странно тоже. Да, проблема МК в том, что... Тут особо... Ну, МК не очень хорошо против Виверна работает, реально. То есть, если бы он знал, он бы мог, как говорят комментаторы верно, сыграть в пандарийского пивовара. Или в алхимика, например, тоже вариант неплохой. Да, там амулет МАНа выпадает. Увидел Виверну сейчас, отогнал врага. Субимаска хорошая. Не, у нас тоже хорошие артефакты, друзья, еще. Ну, добей, ну, добей. Крепджекать. Не знаю, зачем бежит, куда бежит вперед. То есть, есть Хилл Вард, можно спокойно попробовать. Увидел Виверн. Может, он боится третьего Таурена. Раньше так играли чайник Вейв. Да, 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 да. Да я помню стандарт ураковский. Ну, оснований, на мой взгляд, у Джонни нет сейчас врываться. Сейчас он не в позиции будет, на него сзади нападают. Ой, опасно. Чайник Вейв. Ну, рабочих там подрезает, кстати. Может, попробовать молоток докинуть до Виверны, недалеко. И телепорт, и телепорт! Ух ты! Чайник Вейв. Офигеть. Ну, Футов... Ой, Виверна может умереть от дефенса разок, если отразится выстрел. Финус хэдхантеров. Не, хорошо, Футмэн и мясо можно сдавать. Пусть лимит освободится. Ай, нельзя нырять туда, потому что слишком много боросов. Сейчас должен быть скролл забить, по идее. О, минус Виверна. Вейв, чайник, минус Райфл и Флайн-мужчин один, кстати. Третий Таурен. Ай, опасно. Два вертолётика. Минус Виверна. Блин, хорошо работает Джонни Кейдж вообще. Всё, Виверны разваливаются. Размер хороший. Контроль прекрасно идёт. А это минус фальсир. Класс. Две батки для того, чтобы вертолётики пока подконтрить. Ну, не, не, молодец, Джонни Кейдж. Револьвер сейчас очень рад. Прям очень рад, я уверен. И 1-0. А ты поставил на какой счёт? Да, хороший игрок. Молодец, Джонни Кейдж. Начало великолепное. Очень уверенное. Я думал сначала, что это самоуверенное, но нет, очень уверенно. Красава. Грамотная бутылка. А я быстро перекушу, с вашего позволения. Давайте, две минуты. И, конечно, из-за того, что МАЗ Виндридерс. И, Джонни Кейдж, definitely a Hydro, homie, когда я смотрю на этот гигантский боталл. Но, hey, он был в племене, в начале, как я сказал. Не так, как я сказал. Но, как я сказал, как он был улыбан. Как я сказал, как у меня есть, как он был улыбан. Но, как я сказал, как он знает, что он был улыбан. И, даже если его улыбан are of a lesser tech, или не в high numbers, я буду улыбанить тебя, не matter что. Да, абсолютно agree. Looked like he was very confident there. This can be a scary fight. He doesn't really know how much experience exactly the TC has. If the TC runs in with a speed scroll, Chain Lightning gets more or two kills, and then he's level three, and suddenly the Storm Slant, suddenly all of your rifles and casters go down. This could have flipped on its head, but, again, Johnny feels like he can easily come out on top when it comes to the fight, when it comes to the micro and the late game. And that was the case, certainly, here. And now Starshaped, well, it seems like his one strategy has been exposed for being susceptible to Johnny's counter strategy, so the Maz Wyvern here not working out really. On another map, it might work out better. On Concealed Hill, where it's probably hard to push the main base, maybe there it could be playable. Last Refuge. But, well, I'm not sure. These Maz Wyvern, I think, if you know they're coming, they're so hard to pull off. Yeah, for sure. And Johnny Cage knew pretty much exactly what's happening. Northern Isles was his map, though, and now we're moving on to a map that raises fond, fond memories, because it's Starshaped Pig, it's Tide Hunters, and this is where he challenged Axelord in Summer to the absolute limit. Yeah, it's an interesting map in that there's this whole dynamic around the center that is going to play a lot more of a factor than, you know, last game. On another isle, you have a few small camps near your base, and then in the camps, it's like, in the middle, it's like really big camps. On this map, it's quite different. In the center, it's a lot of, like, very small camps. You've got this small little green, which people are going to battle for usually. Does Johnny Cage even use the exact same build? It seems to be his go-to build. The triple farm tower makes him really safe against early game harassment, but it does delay his tech a little bit, but that didn't seem to be much of a factor in game one. All right, we've got to say that Starshaped, according to the ELO, is the second weakest player of the tournament, a little bit above Kevin, but Kevin had quite an upset as well yesterday, so let's see if the underdogs can bite a little here. We see them once again, and here we go. Starting map number two. Wonder what Starshaped has prepared here. Will we once again see a million towers? Maybe in this matchup, not the best idea. Well, I think, honestly, that's his plan. I think that's the main choice why he's playing Titan. He wants a big map with a lot of avenues to flank into the main base. He wants to harass the economy, draw out the game, abuse his hit-and-run style, his mobility advantage with Aura from the TC, and expand on the other side of the map, and then get the economic edge, and keep on hit-and-running. And for that, Titan is pretty good. Easy expansion to creep, easy to set up the expansion there, and pretty far away from the human main base to get to. Oftentimes, you can find yourself lost out on the map, you're trying to cancel the expansion, but also you have to make sure your main base is safe, so on Titaners, I think he's again gonna try to go hard for this hit-and-run playstyle. All right, then. We have the game laid out by Mr. Remo Demo. We just need it in front of our eyes, and I bring you that one. Starshaped Zero, Johnny Cage One, game number two. Here we go, Titaners. We see it once again, one of the new maps, which has really made its way into the meta, and into the pro scene. It's being played in almost every single series, I feel like, which I am quite fond of. I think this is a cool map. It's an axis-mirrored map, not a point-mirrored map, so we have, for example, the same sides, if you will, in the bottom of the map, with a lot of yellow camps, a lot of green camps taught, like you already mentioned, in the north, which normally means that early-game focus is gonna be in the north, around the tavern, and late-game focus is gonna be in the south, around the turtles and the smaller red camp. The mapmaker care, I think, really did a tremendous job here with this map, and it has been nicely accepted into the pro scene, like headhunters have been accepted into the orc playbook, and we shall see them once again. And yeah, Johnny, again with the same build. Early tower here, not concerned with delaying his tech a bit. Yeah, he's more concerned about those walls that I'm sure he's lost. Plenty of peasants to that, which delayed his tech even more, so he was like, all right, I don't want to have to deal with this anymore. Yeah, I agree with you about tighthunters. I really like the map. I would say, though, that the Sea Giant should not be doing random cleaves. Like, when I played Dust League, he cleaved three hits out of three, and that was not fun, having all my units at the mid-hit points. The fact that he's completely random, but other than that, I really like the map, obviously. See how many pulverizes the big, bad Sea Giant is going to have this time. It's not deep, so probably zero. You're just the unlucky one, look at that. Zero pulverize. Does feel a little bad. So many orcs. Oh, my God. He stole the last hit. Wow. How does it feel, Star Shaped, to be on the other side of this one? Oh, that was a level four creep as well. Archmage is already two after one kill. Oh, my God. That is so bad for Star Shaped. And you got a Circlate as well. One of the better items you can get out of this. And, yeah, suddenly, like, I mean, you're so confident after this happens here. You're straight head to the center, you can start creeping more. First you fight the walls. So there's just kind of gonna do this dance here, Star Shaped waiting for Johnny Cage to engage the creeps. Trying to damage the Archmage here, that's because it's kind of hard to heal it. Like, a lot of times humans use it to Тут самый главный момент, который мы... Ну, вы не пропустили, потому что... Ну, я не озвучил, но они озвучили, что Джонни добил большую черепашку, самую большую из той точки, которая была на старте. И Archmage уже второго уровня, а Farseer только первый. Начало очень плохое для Star Shaped. Револьвер там уже, наверное, открывает шампанское, но рановато, потому что игра только начинается. Безусловно, очень хорошее преимущество и моральное после 0-1 и такой вот старт отличный футменом добиваешь. Это прям сложно. Я успел быстро перекусить. Спасибо, что подождали. Жалко, что... Добил, не добил? Не, не добил, к сожалению. Да. Спасает фута. Молодец, Джонни. Под магической вышкой. Контролем, контролем, контролем. Дефенс пока нет. Приходится... Приходится страдать на самом деле здесь пока что. Но сейчас уже есть деф. Миша, приветствую, чем Андрей выйд погуляет после варька? Скорее всего, да, но я решил, что переиграю эту миссию, повешу счетчик. О, не-не-не, опасно, 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 нет, динамика другая. Ревач, закрывай шампанское. Это чё? Да было видно, что динамика отрицательная. Я не понял, чё он решил на персоналке улететь. И второй форсир. Дичь. На третью затащим, говорит револьвер. Ставерный? Что? 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 Я не понял, я не понял вообще, зачем он в таверне воскресил такого архмага. Помешать крепится он не смог. Да что ж такое? Да ты тратишь золото и, самое главное, лес еще тратишь И герой выходит от тебя наполовинку, только и без маны совсем Т3, здесь другая стратегия, смотрите, у Старшейпта Он играет через Хэтхантеров, Берсеркеров Чайник будет сейчас Кто добил? Архмаг добил, молодец Бистмастер с чем? С медведем? С медведем Чайником добил Флани говорит, здравствуйте, мигер Если бы перепала часть средств, куда бы пустели ее? А, ты говоришь про эти 17 миллиардов рублей, которые выделены на киберспорт Я прочитал новость, конечно, офигел Написал комментарии К новости на ГГ Но это, конечно, классно Работаешь в сфере, налоги платишь Спустя 14 лет узнаешь, что космические средства выделяются И, скорее всего, они пройдут вообще мимо Компетентных людей Которые турниры организуют и с молодежью работают Черт его знает То есть мы вообще не в курсе по этому поводу Там уже все, роудмэп сделали, планы настроили Кто там этим занимается? Сколько я понял, ФКС тоже мимо проходит Так Минус один футмен, второй футмен Медведь догоняет хатхантера Сорочка недоконтраливает Не, вообще какой-то... Джонни после такого сумасшедшего начала Начинает... продолжает отдаваться Да Я не знаю, что делать К Т3 он не готов Слоу работает Да, конечно, Старшептов бетафорд Ну, там Т3, алло Размер... Размен, конечно, хатхантеров сейчас не очень по таймингу Абсолютно согласен с Тоддом Нельзя здесь было их отдавать Потому что после того, как Берсеркер апгрейд сделается Они сразу становятся их значительно сильнее Уралс, говорю, чатик ниже совсем не вариант опустить Но будут просить потом его поднимать Кому-то нужна вебка Кому-то нужен второй герой Я не знаю Я читал твой комментарий, но... Уже мы проходили это несколько раз А, лоу, в статье протестерилирую ректору моего вуза Который, походу, везде встревает сейчас повсюду и без Ясно Немножко мискликает Старшепт Ториан третий Не, у Джонни есть, конечно, шансы Я, правда, не знаю, что делать с Берсеркерами Ну, вот, то есть у него нет контры к Берсеркерам Футмэна недоконтраливает Медведь большой, но это временная штука Как раз Молтун Кинг бы пригодился второй Бессмастер добил Третий Бист Второй Медведь пошел, это хорошо Но Бессмастер проблемы, он делает инвул Лайтнинг щилд пошел От нейтралов, кстати Ой, минус СХ Ой, там такой баш был классный Блин, хороший Джонни Кейдж Он добирает эту точку, получается Класс Пошла база А где ферма у нас на 50, кстати Ладно Продвигаемся дальше Крипджек опасный Попытается ворваться Старшейп Он включает, кстати, зря Он включает Берсеркам форму Ну, в смысле, этот обилку Он не атакует, а урон больше получает Эндюранс был еще во время первого сражения Первый Минус Прист, но тут уже минус 2 Берсеркера и третий Очень хорошо Ну, для нас хорошо Джонни Кейдж отлично отконтроливает У нас нычка еще делается Ну, он плохо контролит просто Старшейп Очень плохо контролит Реально Можно Таурена убить А, и второго уровня Он пытается съесть версии этого Пу, блин С Пулбрейкером Сорочку надо проконтролить снизу Молодец Не, все Размен убогий Блин, все равно выиграл Молодец Так Револьвер нам, конечно, должен Минус ТЦ Хорошо Ну, мы болели, как бы И вот он победил Так что Ждем подписки Подписки, донаты, не знаю чего Ревыч Решай сам Поздравляем тебя Поздравляем Ты молодец Дальше поджимают Плюс 10 лимита Есть инком Полтора раза больше, чем у противника Диспола нет Соответственно Ничего не сделать С вторыми элементалями И Ой, как кастер Ну, хотя убил Кадоя Все равно Размен равный Даже Несмотря на то, что Позитца хреновая Все Красиво И еще Подводит Беста Минус иха Это конечное 2-0 Револьер Револьер что-то знал Может сейчас перед минутой Где вебка была Он торчать там будет Просто Минус форсир Хорошее начало Очень уверенная игра Микроконтролят С Джонни Кейджа Прям приятно смотреть Красивая игра Поздравляем револьера Изи 40к Просто 40к Как так? Ты думаешь На его месте Должен был оказаться я Но я бы не ставил Такие средства Особенно на Джонни Кейджа Без информации Класс